Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» Микрофона Вера Власова Сегодня 1 июня, День защиты детей И в столь ненастную, совсем не летнюю погоду Мы решили поговорить об инфекциях, которые предостерегают наших детей На каждом буквальном шагу Возможно, на каждом шагу И в гостях у меня сегодня врач-инфекционист Высшей квалификационной категории Заведующая третьим детским отделением инфекционной клинической больницы Внештатный главный детский инфекционист Светлана Егорова Здравствуйте, Светлана Витальевна Добрый день Да, и давайте сразу же дадим определение Что же такое детские инфекции И почему они именно детские Детские инфекции – это условное название заболеваний Которые могут встречаться чаще всего в детском возрасте Это не означает, что взрослые совсем не болеют этими инфекциями Просто с этими инфекциями дети чаще всего встречаются И переболевают в детском возрасте А если ребенок не переболел в детском возрасте То взрослый вовсе не защищен во взрослой жизни И даже иногда детскими инфекциями, которыми ребенок должен переболеть в детстве Взрослые болеют тяжелее, чем ребенок Таким образом, в детском возрасте Переболев складывается мощный иммунитет Который препятствует в дальнейшем Это естественный иммунитет после перенесенной инфекции А почему взрослые болеют тяжелее? Ну, в силу своего возраста В силу имеющихся уже заболеваний сопутствующих Они могут болеть тяжелее Да, и давайте перечислим основные болезни О которых мы сегодня будем вести речь Кратко Начнем, наверное, с самого опасного заболевания Которое мы сегодня с эфиром уже обсудили Это полимейлит Что это такое? Почему это в ряду инфекционных болезней То, от чего нужно наибольше защищаться? Сразу скажу, что инфекционные заболевания Могут вызываться как вирусными агентами Так и бактериальными агентами Поэтому, соответственно, и выделяют вирусные инфекции И бактериальные инфекции, вызываемые простейшими И другими возбудителями Протекают все инфекции по-разному Это может быть и легкое течение Может быть и тяжелое течение И даже в рамках одной нозологической формы Заболевание у разных людей может протекать по-разному Может протекать легко Может протекать крайне тяжело С тяжелыми последствиями и выходом в инвалидизацию В зависимости от подготовленности организма В зависимости от исходного иммунного состояния Состояния иммунной системы От особенностей организма От складывающихся обстоятельств На фоне чего протекает это заболевание Поэтому есть защита, которая и предусматривается Это профилактические прививки Профилактические прививки Они проводятся как раз от тех заболеваний Которые протекают крайне тяжело И приводят к инвалидизации в последующем Вот именно против этих заболеваний И разработаны профилактические прививки В настоящее время проводятся профилактические прививки И защищают людей от таких грозных инфекций Как дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш Туберкулезная инфекция Корь, краснуха Эпидемический паротит Гемофильная инфекция Пневмококковая инфекция Грипп Существуют также прививки Против менингококковой инфекции Ротовирусной инфекции Но, однако, не все прививки входят в календарь Обязательный То есть это все, в принципе, дело добровольное? Конечно, добровольное Но нужно осознавать, что Обязанность родителей защитить ребенка От вот этих крайне тяжелых заболеваний Ну, например, такое заболевание, как полиомиелит Это вирусная инфекция Которая может распространяться фекально-оральным путем То есть попадать в организм через желудочно-кишечный тракт И поражает центральную нервную систему Приводя к тяжелейшим последствиям Человек после перенесенной инфекции Становится инвалидом Обездвиженным на всю оставшуюся жизнь Такое грозное заболевание, например, как дифтерия Подождите, давайте еще остановимся на полиомиелите более подробно Прививка от него входит Входит в календарь В каком возрасте ее делают? Начинают прививать от полиомиелита с трехмесячного возраста И вакцинация состоит из трех последовательных введений вакцины И затем требуется ревакцинация для поддержания иммунитета Взрослые должны ли следить? Наверное, должны все-таки следить за тем, как их детям делает эта прививка Возможно, не всегда появляется желание это сделать Я понимаю это прекрасно Если в возрасте от трех месяцев, который вы указали, так или иначе По каким-то обстоятельствам не была сделана серия прививок В более взрослом возрасте можно ли прививиться? Конечно, конечно Тем более, что первые прививки для того, чтобы защитить ребенка от нежелательных последствий Проводятся внутримышечной вакциной Она легко переносится и защищает ребенка от так называемого вакцино-ассоциированного полиомиелита И введение вакцинации от полиомиелита значительно резко снизило заболеваемость этой инфекции во всем мире Но в тех странах, где или нет вакцины, или не хватает, или где широко отказываются от прививки Все же продолжает существовать данное заболевание и приводит к тяжелым последствиям И такие страны вокруг нас существуют И даже на территории бывших стран Советского Союза данное заболевание встречается И так как миграция нашего населения очень высока, то завозные, конечно, случаи могут быть И поэтому защищать своих детей нужно Просто необходимо Конечно, необходимо Светлана Витальевна, а вакцины от чего производства сейчас используются в прививках от полиомиелита? Есть и импортные вакцины, и отечественные вакцины Все они одинаково реактогенные То есть создают хороший защитный поствакцинальный иммунитет И обочные эффекты, они сведены к минимуму Самое важное, наверное, то, что болезни меняются Постоянно они находятся в развитии И тот же самый грипп, о котором мы сегодня уже говорили Конечно Есть скорость реакции и производства в тульную вакцину Ее перепроизводство С учетом каких-то новых данных То есть это все есть как в заграничной вакцине, так и в нашей Конечно Ну вот относительно гриппа следует сказать, что гриппозная вакцина Она вообще разрабатывается с учетом прогнозируемых штаммов Которые будут циркулировать на той или иной территории Это идут целые научные разработки Которые предусматривают, прогнозируют тот или иной штамм Потому что, например, вирус гриппа, он постоянно меняется, мутирует И поэтому каждый год создается новая вакцина Поэтому и прививаться, например, от гриппа нужно каждый год Потому что иммунитет, приобретенный в прошлый сезон Он может не попасть, так сказать, в точку в данном сезоне Ну и, конечно, мы заговорили о гриппе Когда следует делать прививку от гриппа? В какое время года? В каких обстоятельствах должно быть какое-то определенное состояние здоровья? Насколько я понимаю Для проведения любой прививки вакцинируемый должен быть здоров Соматическое здоровье То есть у него должно отсутствовать, в первую очередь, острые инфекционные заболевания Такие, как, например, легкая респираторно-вирусная инфекция Вакцинируемый должен быть здоров В окружении его не должно быть больных в тесном домашнем окружении То есть вакцинация в первую очередь должна проводиться на фоне полного здоровья Чтобы не было каких-то дополнительных рисков? Конечно, чтобы не было развития заболевания в ранний поствакцинальный период Который будет расцениваться неверно, как реакция на прививку Время года когда нужно делать? Ну, прививки, которые проводятся по календарю Они проводятся в любое время года Но с учетом, конечно, сезонного подъема заболеваемости Например, гриппом нежелательно проводить в самый разгар, например, гриппозные инфекции Любые прививки А конкретно некоторые инфекции, да, действительно Они приурочены к какому-то определенному времени Например, прививка против гриппа Желательно ее проводить незадолго до предполагаемого подъема данной инфекции Если мы понимаем, что у нас в октябре Осенью, да Где-то вот конец сентября, октябрь Вот это наиболее благоприятное время для проведения, например, прививки против гриппа Например, такая инфекция, которая у нас в нашем регионе распространена Это клещевой энцефалит В связи с эндемичностью распространения клеща у нас в большом количестве имеются То эту прививку тоже надо проводить заблаговременно Для того, чтобы успел выработаться иммунитет К времени начала сезона этих клещевых инфекций Нет прививку, первое введение Начинают проводить осенью предыдущего сезона, так сказать А потом уже повторное введение Да, не позже, где-то чем за месяц до начала сезона То есть первый промежуток должен быть не более полугода Ну, где-то, да А потом каждый год Да, но не каждый год Там есть определенные сроки ревакцинации раз в два года Да, сейчас мы упомянули о гриппе и энцефалите клещевом А с какого возраста эти прививки можно делать детям? Ну, грипп можно проводить с раннего возраста, с полугода А против клещевого энцефалита, по-моему, с двух или трех лет Идем дальше Вакцины какие еще стоит упомянуть? То есть о чем еще стоит подумать родителям? Особенно те заболевания, вакцины, против которых не входит в календарь прививок Давайте их еще раз перечислим Те, что не входят в календарь прививок, они и не являются обязательными Это проводится только по либо эпидемическим показаниям, либо по желанию родителей, населению А вот те прививки, которые входят в список, в обязательный календарь Вот тем желательно, чтобы родители прививали детей Потому что это те наиболее опасные инфекции, от которых мы должны защитить Это противотуберкулезная Затем идет прививка против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита Корь, краснуха, ветрянка Против гемофильной инфекции и пневмококковой инфекции Вот это входит в обязательный календарь Информацию о календаре прививок можно получить, насколько я понимаю, у педиатра У участкового педиатра, конечно Либо у вас, в инфекционной больнице, насколько я понимаю, тоже Да Меня все-таки интересует вопрос Помимо обязательных прививок Если родитель хочет, чтобы его ребенок полностью был защищен от инфекций На что еще обратить внимание? То есть самостоятельно принять решение и сделать прививку Это возможно? В нашем регионе это прививка против клещевого энцефалита Она не входит в обязательный календарь И все, в принципе, да? Да Против ротовирусной инфекции пока мы не располагаем Против менингококковой инфекции тоже у нас пока ее нет Менингококковая инфекция достаточно редкая инфекция Но ежегодно мы имеем до 5, когда 5, когда 10 случаев менингококковой инфекции по области Но она крайне тяжелая, может закончиться летальным исходом Поэтому такая вакцина есть И она применяется в тех регионах, даже некоторые области ее включают уже регионально То есть какая-то предрасположенность в регионах Не предрасположенность, а циркуляция штамма Там может быть повышенная заболеваемость И поэтому в некоторых областях она включена в календарь прививок И проводится у нас, пока не проводится Но об этом мы говорили в одной из предыдущих программ Менингокковой инфекции в том числе Просто хотелось еще раз информацию эту в памяти освежить Итак, о вакцинах мы поговорили Еще раз напомним, что чтобы правильно сделать прививку ребенку Нужно, чтобы он был абсолютно здоров То есть никаких температурных проявлений, повышений температуры не должно быть Не у ближайшего окружения ребенка Естественно, если дома кто-то болен, то лучше в этот период не делать Потому что ребенок является потенциальным больным Он может развить заболевание, респираторную инфекцию В течение ближайших дней на фоне прививки Да, на период проведения прививок То есть прививочку сделали ребенку Что с ним происходит? Какая реакция организма? Ну, начинают вырабатываться антитела То есть организм мобилизует свою иммунную систему Начинают вырабатываться антитела И выработка антител происходит в течение определенного периода времени В течение двух-трех недель примерно Те вакцины, которые являются живыми, ослабленными Они могут дать еще и легкие симптомы заболевания То есть небольшая температура может быть Могут быть небольшие катаральные явления Может быть небольшая сыпь, например, при вакцинации против кори В течение от 5 до 15 дней после проведенной прививки Вот это особенность вакцинации живыми вакцинами Когда могут быть легкие проявления заболевания после вакцинации Но это нормальный вакцинальный процесс Когда стоит беспокоиться, если что-то идет не так вдруг? Мало ли Беспокоиться стоит тогда, когда температура очень высокая Например, 38-39 градусов Ребенок очень вялый или наоборот Очень беспокойный Пронзительный крик у ребенка Судороги Тогда, конечно, надо обращаться Или на месте инъекции появляется большое красное пятно Уплотнение в месте инъекции А с чем это может возникнуть? Какие-то индивидуальные особенности организма? Индивидуальные особенности организма Это все и повышение температуры, и покраснение, и уплотнение в месте инъекции Относятся к проявлениям вакцинации Но если они чрезмерные, то тогда стоит обратиться к замет помощи Несмотря на возможные временные небольшие осложнения Не будем забывать о том, что это огромная польза на будущее Что привитый человек, он все-таки гораздо защищен И меньше риск получить заболевание, заразиться в течение определенного времени Давайте пройдемся еще по другим способам того, как защитить своих детей Защитить себя от той или иной инфекции Ну, следует соблюдать правила личной гигиены То есть мыть руки, соблюдать чистоту кожи Если это период, например, повышенной заболеваемости респираторными инфекциями То поменьше бывает в общественных местах В местах скопления людей Возможно, ношение маски для предохранения От воздушно-капельного пути распространения инфекции Следует помнить, что любую воду, которую мы употребляем Нужно кипятить и употреблять воду только в кипяченом виде Тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды, зелень Которые мы употребляем в пищу Исполаскивать их кипяченой водой Тщательно термически обрабатывать продукты питания То есть термической обработке подвергать пищу А если те продукты, которые не подвергаются повторной термической обработке То соблюдать строго сроки их реализации и условия хранения продуктов Если говорить о клещевых инфекциях, которые сейчас очень актуальны Но вот сейчас, правда, когда прохладно, то немножко отступит Но все же следует помнить, что если предстоит какой-то поход на природу То следует, соответственно, одеться То есть мы должны надеть одежду с длинным рукавом Плотно прилегающим к запястьям Штаны длинные, тоже прилегающие к лодыжкам Платок или панаму какую-то на голову обязательно Тщательно обрызгать одежду и открытые части тела препаратами, отпугивающими насекомых Тщательно проверять друг друга, осматривать после посещения природы На предмет присосавшегося клеща Ну и если клещ присосался, то следует его как можно быстрее удалить и обследовать Можно удалить самостоятельно, если он не крепко присосавшийся Или если он присосался, то лучше обратиться к медицинским работникам И тогда он будет удален, полностью удален Потому что если останутся части Клоток может остаться Да, 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 может остаться Тогда слюна клеща остается в ранке и продолжает инфицировать Ну и самая надежная защита – это, конечно, вакцинация От тех инфекций, для которых предусмотрена вакцинация И следует еще помнить, что любая вакцинация не на 100% предотвращает развитие заболеваний Но она предусматривает, предотвращает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений Еще пару слов по распространению болезни Все-таки расскажите, пожалуйста, в каких условиях инфекция распространяется быстрее или медленнее И можно ли предположить, что человек, напрямую не контактируя с ребенком Может через каких-то третьих лиц, через предметы передать эту или иную инфекцию? Заболевания инфекционные могут распространяться различными путями Это и воздушно-капельный путь распространения, и контактно-бытовой путь при прямом контакте больного со здоровым Либо через предметы обихода, предметы ухода, предметы личной гигиены, которые не обрабатываются Может инфекция распространяться через пищевые продукты, которые не обрабатываются термически Либо недостаточно термически обработанные И через некипяченую воду Видела ролик в интернете, как путешествует инфекция От одного человека, который находится с одной стороны города или даже где-нибудь далеко-далеко Передача через руки, через касание Элементарно взяв, вытерев нос или что-нибудь на улице Вот это и называется контактно-бытовой путь передачи Нас не всегда даже может защитить мытье рук Потому что мы это делаем, как правило, дома, либо на работе, либо в учебных заведениях Да, но на улице мы это делаем очень редко И то, что сейчас очень модно перекусить, попить кофе на улице Это может, на мой взгляд, в том числе стать зоной риска Естественно, поэтому общее правило избегать приемов пищи на ходу Вот, а другой путь это иметь при себе дезинфицирующие салфетки Салфетки и гели, да, еще есть? Гели, спреи, которые могут обработать, руки убить бактерии, вирусы, да То есть такой вот выход Выход есть такой, да Если мы говорим о климатических факторах В какой среде тот или иной вирус развивается и передается быстрее или медленнее? Ну, большинство вирусов и бактерий хорошо очень распространяются в теплой среде В теплое время года Есть кишечные инфекции, наверное Да, но есть в то же время и определенные бактерии, которые, наоборот, любят холодную среду Хитренькие Например, иерсиньозные инфекции, псевдотуберкулез, они любят прохладную среду Ну, вот такую, как у нас сегодня, да? Да, да, холодильники любят Поэтому некоторые инфекции хорошо распространяются в условиях холодильника Так, вот здесь поподробнее То есть непосредственно на самом холодильнике Конечно, конечно, да Поэтому в холодильнике надо хранить продукты сырые, сырые И приготовленные уже, вареные, например, там, на разных полках, под крышками Чтобы не было... Это спасет? Ну, спасет, конечно, в какой-то мере Вот Ну и соблюдать сроки хранения, сроки температурного режима в холодильнике А какую-то дезинфекцию в холодильнике стоит ли проводить какими способами? Ну, периодически, конечно, мыть холодильник А средства какие-то должны быть или просто элементарно спреемы? Нет, в холодильнике лучше просто с... Что, влажной тряпочкой? Влажной тряпкой с мыльным раствором, например Да, и респираторные, да, заболевания, вы говорили, что еще в прохладной атмосфере? Ну, в прохладной атмосфере склонность к простудным инфекциям, конечно, повышается В холодную погоду, да, поднимают голову респираторные инфекции Ритм жизни и график распорядок дня ребенка Как-то может повлиять на его предрасположенность к получению болезни? Конечно, конечно Лучше всего, если ребенок соблюдает какой-то определенный ритм жизни Тогда его организм уже приспособлен... Натренирован? Конечно, натренирован Поэтому ребенка, да и взрослый тоже, должен, например, вставать в одно и то же время Желательно ложиться не слишком поздно и в одно и то же время Должны быть обязательно в течение дня определенные периоды отдыха и активного отдыха Активный отдых, он обязательно должен быть... Что такое? Смена деятельности? Побегать, да, попрыгать, то есть поплавать Физическая активность, она повышает иммунитет И сопротивление, да и закалки это тоже предрасполагает Вот спасибо большое урокам физкультуры в школе Да, да, да В детском саду, в университете За то, что мы такие здоровые Все же, если, как вы говорите, есть определенный режим дня у ребенка Но ведь бывают такие, скажем, форс-мажоры Каникулы эти же, которые сейчас предстоят деткам Они выбивают, естественно, ритм из колеи То есть ребенок уже живет в другом ритме В другом ритме совершенно Здесь нужно как-то перестраиваться особенным образом Или как защитить себя Потому что организм чувствует сразу, что все, можно расслабиться Да, и вот инфекции хитрые такие могут в это время и атаковать Ну, я бы не сказала Только ребенок отдыхает от напряженного учебного года Если это школьник, да Отдых ему тоже нужен И тут вот в летнее время важно соблюсти Чтобы он именно активно отдыхал, двигался Но хочу предупредить, что если выезжает на отдых Куда-то в другую климатическую зону Например, на юг То не надо стремиться валяться на пляже До загара, до шоколадки Ну, очень сложно удержаться, сложно Но нужно думать о том, что вот есть определенное время суток Когда повышенная солнечная активность Это часы, например, где-то с 11 до часа Да, и вернее не до часа, а до 4 часов Вот это самые неблагоприятные для организма часы Когда повышена ультрафиолетовая активность Вот, и загорать нужно дозированно То есть не по 3 часа пребывания на пляже С покрытой головой, например И защищать кожу от солнечных ожогов Ну, это же касается, а не только юга, наверное Ну, и детских лагерей И детских лагерей И здесь у нас, конечно, потому что Вот такая повышенная солнечная активность Может привести к обострению имеющихся заболеваний Хронических заболеваний И к ослаблению иммунитета Ну, для того, чтобы всего этого не было Поэтому бережем своих детей Бережем себя Надеемся, что лето у нас все-таки Выдастся более-менее теплое Или хотя бы в теплых странах Куда некоторые отправятся Поэтому на сегодня Программу «Слушайте, доктор» Давайте будем считать закрытой Да, что сегодня мы обсудили много тем Об инфекциях Напомню, что в гостях у нас Была главный нештатный детский инфекционист Врач-инфекционист высшей квалификационной категории Заведующая третьим детским отделением Инфекционной клинической больницы Светлана Егорова Светлана Натальна, спасибо вам большое За интересный подробный рассказ Ждем вас еще У нас впереди много тем Которых мы хотим Чтобы вы нам в будущем поведали Спасибо Хочу всем пожелать приятного лета И здоровья И хорошей погоды И хорошей погоды Спасибо и вам тоже Будьте здоровы Слушайте доктора Имеется противопоказание Проконсультируйтесь у специалиста Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...